Россия нанесла масштабный удар по детской больнице Киева. Российские ракеты попали в Киевскую детскую больницу в результате смертоносных обстрелов всей Украины. Путин бомбит детскую больницу. Такими заголовками пестрят сайты крупнейших международных медиа, шокированных циничным ударом российских оккупантов по Ахмадету. Именно здесь дети обретают надежду. Надежду на здоровье, надежду на жизнь. И именно по этому заведению прилетела российская ракета. Я уже устал говорить, что Россия – это страна-террорист. И это еще дополнительное доказательство, что эта страна не может существовать как государство. Удар пришелся по корпусу, где располагалось токсикологическое отделение. В момент атаки дети проходили тут процедуру диализа. Десятки пациентов и их родителей ранены. Среди медицинского персонала есть погибшие. После удара в медицинском центре пропала электроэнергия. И те пациенты, которые находились на аппаратах искусственного кровообращения или в вентиляции легких, и те, кто был на операциях, остались без систем жизнеобеспечения. Их эвакуировали в первую очередь в другие медучреждения Киева. У меня вчера родился племянник, которому сегодня должны были делать операцию на сердце, потому что у него не открывалась аорта. Ребенка перевели в кардиоцентр и решали вопрос, когда делать операцию. В то время, когда мы ждали, раздался взрыв. Нас всех накрыло взрывной волной. Я разбирала завалы, пока не приехали спасатели. Мы все вместе, люди, которые были в то время здесь, на территории больницы, начали оказывать медицинскую помощь, начали разбирать завалы. Мы понимаем, что более 20 детей пострадали в результате террористического акта. Плюс мы говорим не только об Ахмадете. У нас есть центр детской кардиохирургии, который находится на территории Ахмадета. И там во время этого террористического акта в трёх операционных были операции на открытом сердце. Там повыбивало окна. Мы перевезли этих детей в другие кардиохирургии. Для обстрела крупнейшей детской больницы Украины Россия использовала стратегическую крылатую ракету воздушного базирования Х-101. После того, как кадры беспрецедентной атаки попали в сеть, россияне ожидаемо стали распространять дезинформацию, пытаясь снять с себя ответственность. Судебные эксперты Минюста сделали предварительные выводы по видео момента попадания в детскую больницу Ахмадет в центре Киева и изъятым на месте происшествия остатком ракеты. Без комментариев. Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции Украины. Фейсбук. Атака России всколыхнула международное сообщество. Мировые лидеры осудили совершённый Россией террористический акт. Россия нанесла удар по детской больнице в Киеве и снова убила невинных мирных жителей. Это террористы, с которыми нельзя вести переговоры. Маргус Цахна – министр иностранных дел Эстонии. «Кремль превратил эту войну в войну против детей. Негуманность и пренебрежение к человеческой жизни. То, против чего мы выступаем». Майя Санду, президент Молдовы. «Пока полезные идиоты грезят о мире с Путиным, он направляет ракеты на детскую больницу». Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии. Российская атака на детскую больницу в украинской столице является жестокой и должна быть осуждена самым решительным образом. Это один из многих примеров того, как Российская Федерация пренебрегает международным правом. Карл Нехаммер, канцлер Австрии. Самый кровавый обстрел Украины с начала года российская армия совершила на фоне заявлений Кремля о якобы готовности к мирным переговорам. «Мы должны все работать над тем, чтобы привлечь к ответственности Россию за терроры Путина за приказы наносить удары. На все, что с ним пытаются обсуждать о мире, Россия отвечает ударами по домам и по больницам. Именно поэтому мы можем только принудить Россию к миру». В связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, в том числе детской больнице, Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций.